Всем привет! Всем привет! У меня сегодня вторник, с утра я была на тренировке, сейчас отпилила уже одну клиентку. Кстати, у нее очень проблемные ногти. Раньше, когда она еще ко мне не ходила, покрытие на ней носилось стабильно 2 недели. Сейчас мы добились уже 3 недели, но вот если происходит 22 день, все начинает отлетать, причем как будто это просто вот так отчелкнется и все. Сегодня она ко мне пришла только с одной потерей, но были также отслойки небольшие на других ногтях. Ну вот, сегодня я попробовала кислотный праймер, решила, что, наверное, буду говорить в видео, какими материалами я работаю, таким образом я смогу отследить, как носится покрытие. Потому что записывать это каждый раз, это не моя история, я начинала где-то уже несколько раз это делать, но меня хватало на 2-3 дня, и я потом забывала. Особенно, когда работаешь постоянно на потоке, один уходит, другой приходит, просто некогда вот это заниматься этим всем записями, проще обязательно сказать, и тогда все. Так вот, сегодня я на ней нанесла кислотный праймер и делала выравнивание гелем Global Fashion, который недавно показывала в своем видео, это единичка Global Fashion. Топ у меня был глосс от SOTA, забыла как называется, и подложка из rubber-базы Elastico True Nail. Ну, а цвет, увидите сами, это Pinky 223. В последнее время я делаю его часто, даже думаю сделать его на себе, но пока перевешивает электрический синий в моей голове. Как раз-таки сегодня должна была делать себе ногти, но записалась одна, записалась вторая, мои ногти пошли далеко. Буду когда-нибудь их себе переделывать, делала их себе 2 февраля. Сегодня у нас 14 марта, но ничего страшного, когда-нибудь сделаю. Они у меня все на месте, здесь гелевые типсы, все прекрасно, нет отслоек, но правда отросли чуть-чуть. Всем привет! Привет! Сегодня у меня среда, только что вот вышла с университета. Сейчас пообеду и поеду. У меня сегодня одна клиентка. Вообще, когда две пары в университете, больше не записываю, потому что не успеваю потом ничего больше сделать. И вообще не очень люблю после универа ехать, потому что сейчас пробки, долго придется ехать. Но у меня сегодня маникюр с покрытием. Должен быть френч, надеюсь, она не передумает, но я думаю, вряд ли. Как обычно, случилась одна потеря, это я уже в курсе. Сегодня утром она случилась, потому что ногти сильно скручиваются, а длину мы всегда убираем, выпилить ничего нельзя. Но ничего, будем переделывать, как раз-таки пришло время. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня у меня на этой неделе три было работы, три дня работы в университете. Сейчас вот хотела показать. Сделала ботокс волос и пилинг кожи головы. Пока тут, наверное, не сильно видно. Также подровняла кончики. Еще знаю, сейчас полетят вопросы. Сколько я отдала за волосы. Сколько я отдала за волосы? В районе... 2900, ну, в общем, в районе 3000. Кератин у меня 2100, потому что у меня длина по лопатке и 1000 пилинг. Как вы поняли, я на работе. У меня сейчас клиентка, которая в прошлый раз ко мне не пришла на полный педикюр с покрытием. Написала, что в этот раз обязательно будет. После этого у меня мужской маникюр и педикюр без покрытия. Завтра полная запись. Пока сейчас сидела на волосах, открыла запись на апрель. Скинула всем рассылку, уже записи полетели. 4 апреля уже заняли полностью. Не знаю, может быть, какой-то праздник, и я об этом не знаю, потому что почему-то именно вот 4, не 2, не 3, не 5, а именно 4 апреля всех интересует. Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! У нас воскресенье, и более того, уже 2 часа дня. Я уже отпилила двоих. С утра вообще не успела выйти сюда, рассказать вам о своих планах, потому что клиентка пришла вместе со мной. Я успела только переодеться и быстро побежала работать. Потом был небольшой перерыв, но я отдыхала. И сейчас тоже вот полчасика перерыва, и еще одна клиентка. Забружу сюда все свои работы. Покажу вам, что я делала. К сожалению, в этом, наверное, влоге у меня нет ни одной распаковки. Но зато у меня появилась макрокамера от Foglank. Если кому интересно рассказать, показать, то дайте знать в комментариях, я сниму видео. Субтитры сделал DimaTorzok